Добрый день еще раз, дорогие друзья. Я болтаю вашего рода, директор в компании «Поберли», которая пришла в компанию шесть лет назад. И горжусь этим днем, каждый день благодаря вам, что у тебя есть все, и это все ты сам. Вы понимаете, насколько важно осознать, что ты настроен на успех, что у тебя есть цель, и что ты имеешь возможность каждый день развиваться. Когда встречаешься с партнером, необходимо в первой пище его настроить на успех. И максимально передать всю мощь, которая есть в вас. Согласны с этим, дорогие друзья? Встреча, либо переписка первая. Вы должны замотивировать людей так, чтобы после вашей встречи, после вашей переписки он начинал действовать с первых дней. Поэтому я хочу, чтобы вы начинали с самого себя. То есть вы должны в первую очередь настроить себя на успех, остановиться. Что со звуком? Давайте попробуем, Тюрик. Слышно? Отлично. Значит, самый главный секрет успеха – это в весах. Кто сегодня новичок, подключился в первый раз, то можете большими буквами записать тебе, что самый главный мотиватор – это я. И когда я научусь приглашать людей, разговаривать и мотивировать их, только тогда я начну видеть. То есть начинать бизнес с неуверенностью, я вам его советую. Договорились? Отлично. ВИП – значит, бриллиантовый директор. Если в вашей команде появился один ВИП-консультант, значит, он ваш будущий бриллиантовый директор. Я 100% уверена, что самый высокий статус, если кто не знает, у нас генеральный партнер, имеет в первой линии 30 бриллиантовых веток. Меня слышно? Итак, если вы в команде поднимете 30 ВИП-консультантов, значит, вы будущий бриллиантовый директор. Значит, вам всего лишь нужно вырасти 30 сначала ВИП-консультантов, а потом из них сделать 30 бриллиантовых директоров. Это секрет успеха, потому что ВИП – это элитно, ВИП – это красиво. Не каждый, согласитесь, выполняет ВИП-программу, но среди них есть сильные, которые идут несмотря ни на что, и они бриллиантовые директора. Давайте поработаем немного с вами и напишут те, кто выполняет 100 баллов. Просто пишите не плюсики, а 100. Значит, вы ВИП-консультанты, значит, вы бриллиантовые директора. Я не хочу сказать, что 50 баллов, 80, 30 баллов – они не бриллиантовые директора. Но пока человек сам не выполняет ВИП-программу, то в его команде очень-очень… ВИП-консультантов будет, так скажем, мало. Поэтому всегда нужно начинать с себя. Как только вы начинаете делать ВИП-программу, вы, конечно же, начинаете рассказывать своей команде тоже. Поздравляю всех ВИП-консультантов. Вы бриллиантовые директора. Знайте об этом. И учите своих партнеров выполнять эту программу без подарков, без приманок, а просто рассказывая готовый материал, который предоставлена нам компания. Компания сделала для нас всё, и мы просто должны воспользоваться теми привилегиями, которые у нас уже есть. Придумывать ничего не надо. Нужно всего лишь рассказывать, что и мы делаем. Идём дальше, дорогие ВИП-консультанты, дорогие новички. Сегодня я буду с вами открыто и буду рассказывать, отвечать на все вопросы, которые вас интересуют. У нас есть для этого достаточно времени. Если возникли вопросы, пишите, я буду на них отвечать по возможности. Итак, даже если весь мир в панике от эпидемии, это не означает, что ты должен остановиться. Всё пройдёт, а тебе придётся начинать всё сначала. Это про сегодняшний день, вы считаете. И про сегодняшний день тоже. Если вокруг царит хаос и происходит то, что сейчас происходит, да, это огорчает, да, это сбивает с пути, но ни в коем случае не должно вас останавливать. Тем более вы лидеры, которые подписали самим себе договор, что вы будете идти несмотря ни на что. И в этот момент несмотря ни на что настал сегодня. Есть ещё один момент. У каждого лидера в вашей команде, у каждого новичка, у каждого директора, даже у меня был такой момент. Его я называю переломным. Каждому из нас приходится когда-то делать выбор. И он был, и у меня. Я уверена, что у каждого из вас наступил такой момент или наступит. И вы как сигналом начинаете говорить об этом своему наставнику. Есть такое? Я сейчас, кто не понял, говорю о том, что ваше окружение начинает на вас давить, либо наоборот, начинают вас отговаривать, либо когда вы бросаете работу, говорят, что вы останетесь ни с чем. И ваше окружение и те люди, которые не верят в вас, начинают поглощать всю энергию, которая у вас есть. А энергии у вас совсем мало в начале пути или в этот переломный момент. И тогда лидер приходит кому? К наставнику, верно? Поэтому, когда он говорит наставнику о наболевшем, что говорит в этот момент наставник? Умный наставник говорит всё как есть, ничего не придумывая. Говорит, как выкрутиться, как идти дальше, рассказывать о своём моменте, который был у него. Рассказывать, что его ждёт, а не затыкать уши и делать вид, что ничего не происходит. В этот момент, когда вы поддерживаете, подаёте руку, человек остаётся с вами навсегда практически. Есть ещё обратная сторона медали, дорогие друзья. Не всё так просто. Не зря у вас наступает такой переломный момент, и ваше окружение начинает вас давить. Знаете, почему это происходит? Спасибо, Апифара. Спасибо всем. Очень приятно. Знаете, почему это происходит? Мне очень важно сейчас услышать вашу обратную связь. почему ваше окружение начинает вас поглощать, или как правильно называть? Вообще хотят, чтобы вы бросили Фаберлик одним словом. Есть такое? У кого сейчас такой момент, или кто переживал? Знаете, почему он у вас наступил, и вы с такой головой идёте к наставнику, постоянно ноете и говорите, как у вас всё плохо, а от наставника идёте к родным, говорите, как в Фаберлике всё плохо. И вот весь секрет. Почему? Потому что вы каждый день рассказывали своим родным и близким, как вам сложно. Как вам сложно начинать, как вам сложно закрывать свои баллы, что к вам никто не идёт, что ваш наставник вас не поддерживает, что пылесосы вы не получили, что вас куда-то не пригласили, или наоборот пригласили, а вы не хотели. Вот это вот всё вы капали на мозг супругу, капали на мозг свекрови, и вот это всё им надоедает. И они говорят, бросай, ты и так жила хорошо, ты и так была в достатке, зачем тебе эта головоломка? Говорят такое? Говорят. Так как же вам себя вести? Вы, значит, виноваты вы. Вы должны себя вести достойно. Достойно и дома, достойно и в бизнесе. То есть вы должны держать себя в руках. Это не детский сад, который вы разводите вокруг себя. Как вела себя я? Я приходила домой и рассказывала о прибыли, которой не было. Представляете? Когда я получала заказы, я ставила в ванную и говорила, это подарок, чтобы муж не говорил, зачем нам эти зубные пасты. Когда я получила первую премию, это было тысяча долларов ровно за две недели, я сделала оборот 15 тысяч тому, тогда была акция, и я сама к банкомату не подходила метро на три. И все эти деньги снял мой супруг, и тогда он сказал, какое время ты работала, как ты это сделала. Это неправда, потому что ты всего лишь месяца два-три, как занялась бизнесом. Приход в компанию – это один момент, а начало старта – это другой момент. Если вы, я кому-то из вас сегодня помогу стартануть, то я буду вам благодарна, и вы поймете, что этот старт, и в компанию вы пришли сегодня, и начали вы сегодня. Поэтому старт – это дело другое. Поэтому берите себя в руки, не жалуемся, говорим по факту и решаем какие-то мелочи. Преграды у всех есть, не вы одна такая ходите с распухшей головой. Я иногда не знаю, куда себя деть, когда это было давно. А сейчас у меня нет времени, чтобы думать, что мне делать. У меня всегда есть время, что делать. И всегда у меня график расписан. Это знают все. Я вот такая вот прямая линейная, поэтому держитесь. Мы только начали вебинар. И продолжаем. Все в сети? Слышно хорошо? Отлично. Что я хочу вам сказать дальше? Ты ведешь или ты ведом? Почему мы отошли немножко от темы вип-консультант? Потому что из простого консультанта нужно делать випа, а значит делать бриллиантового директора. То есть из него надо… С ним надо работать, правильно? А есть люди, которые готовые. Есть такие в команде, которые пришли, и им нужно рассказывать прямо здесь и сейчас. Когда они узнают об этом через полгода, они к вам говорят, почему ты мне не говорила об этом раньше? И поэтому всегда важно выкладывать все. Здесь не тот бизнес, который нужно давать по чуть-чуть. Здесь не то место, которое нужно удерживать одного ради своей… Тут нет выгоды удерживать кого-то. Здесь всегда выгодно поднимать друг друга. Если вы это понимаете, то вам сначала нужно подготовиться, вести команду. Если вы сам видом человек, который поддаётся мнению многим, если вы сам неответственный, сам опаздываете, ленивитесь или, как можно сказать, если вы сам не готов, если вы вообще не можете оплачивать свои заказы вовремя или приглашать людей, или у вас вообще бардак в голове, то за вами точно не пойдут. Я вам это 100% гарантирую. Вам нужно встать вперёд. Вот прямо сейчас. Почувствовали, что вы впереди? И потихоньку-потихоньку готовите по одному лидеру. То есть вам за один период не надо работать с 15-ми консультантами. Кто так работает? Кто работает вообще оператором? Вы разве операторы или вы бизнес-леди, бизнес-вумен, бизнес-мены вообще? Кто набивает заказы своим консультантам? Мне очень-очень не хочется это говорить, но нужно. Сегодня нужно. Сегодня говорить нужно всё. вот разве бизнес-леди тратит 3-4 часа своего времени, чтобы оформлять таким же людям, которые имеют руки и ноги. Нельзя оформлять заказ консультантов. Кто должен оформлять заказ? Кто должен приходить за заказом и приглашать людей? Вы обучаете одного. Он обучает команду. Вы нашли второго. Он начал обучать свою команду. Вы нашли пятого. Он обучает свою команду. Пять человек нашли. Они ваши партнёры. Дальше. Что мы должны делать дальше? Мы должны организованно работать. То есть все наравне. Нету такого, что есть командир, есть подчинённые, есть консультанты, которые не могут подойти к драгоценному директору. Нету такого. Все равны. И все партнёры. Все должны вкладываться в общую копилку, получается. Но есть такие консультанты, которые просят, поработайте с моим консультантом, поговорите с моим консультантом, поговорите с моим лидером, давайте встретите, давайте проводите для меня обучение. Хорошо. Раз, два, три. А когда? Когда он начнёт сам? Когда он начнёт? Он не начнёт, пока вы не перестанете. Говорю со своего опыта, что моя команда сейчас самостоятельная. И они знают, кто у него высшестоящий директор, кто у него наставник. Поэтому немножечко нужно ставить вот этот вот, прекращать нячиться и говорить по факту, и немножечко поставить бизнес в правильное направление. Потому что, мам, Люда Рахмата мне в неё всегда говорила, Фируз, у тебя что-то много. Один раз она мне правда это сказала, для меня это достаточно. Потом я поняла, что на самом деле я работаю на износ, что меня вообще не хватает дома, что я превращаюсь в машину какую-то, которая должна всем, только не себе. Вот этот вот момент тоже, когда будете расти, в какой-то момент вам нужно учить людей организовывать мероприятия, обучение, пусть вас хотя бы пригласят. Последнее наше обучение прошло, я считаю, на очень хорошем уровне, и кто заметил, я вообще не выступала. То есть все мероприятия провели мои консультанты, мои партнёры, даже новички выступали. Поэтому этот момент тоже очень важен. Спасибо, что вы терпите меня сейчас. так вот. Будем работать по этой схеме. Если поможет, я буду очень-очень рада. Меня слышно хорошо? Что такое слово удалёнка? Кто знает? Класс, молодцы. Удалёнка. Значит, работать удалённо от всех. Но от детей, от родных, куда удалишься, правда? Но партнёр этого не видит, и классно, что ты можешь работать дома, и с такими же мамашами, с такими же сёстрами и друзьями ты можешь общаться и, конечно же, привлекать туда, куда нам надо. Конечно же, они будут вам благодарны за это, правильно? Слово удалёнка. Если вы считаете, что я вас сегодня буду учить работать удалённо, нет, я просто хочу донести до вас один момент. Слава Богу, у нас в Таджикистане всё хорошо, не подаёмся паники. Кстати, у кого есть паническое настроение сейчас? Нету? У меня его вообще нету. Не знаю про вас. Если оно у вас есть, убираем. Панику убираем. Если у вас есть такой настрой, то тут же передаётся вашей команде, а это плохо. Тут же у вас будет спад, тут же у вас будет негатив, и начинаете ныть все вместе. Поэтому панику убираем и учимся, как делать бизнес в это время. Потому что время сейчас, сами знаете, какое, но я не говорю, что вы должны работать удалённо. Я вам хочу дать один совет, что сейчас в мире происходит, и вы прекрасно понимаете, что многие сейчас изолированно сидят дома. То есть это Россия, это очень большое количество людей, это Узбекистан, Маулида Рахматовна здесь, это другие наши соседние страны, и поэтому мы должны сейчас писать своим знакомым, друзьям звонить. Кто ещё не перешёл на онлайн, просто пишите. Писать никто вам не запрещает. Все умеете, у всех есть знакомые за рубежом. Так у них сейчас и есть время послушать вас. Можете отправить какое-то короткое видео, можете поддержать в этот момент, можете помочь оформить им заказ. Кстати, кто не знает, я очень этому сама удивилась и рада, что наша компания является одним из, как вам сказать правильно, мы не закрыты сейчас. Хотя изолирована Россия и все страны, но наша продукция входит в один из, то, что, как вам сказать, как в аптеке можно сейчас пойти и купить, у нас тоже товар первой необходимости. Вот, правильно сказать. У нас товар первой необходимости, поэтому у нас завод работает круглыми сутками, и офисы работают, даже если не открыты, то офисы сейчас занялись доставкой, поэтому все страны получат тот продукт, который вы оформили. Я вчера оформила заказ в Москву, она пошла, забрала, потому что товар первой необходимости. Шампуни, порошки, вот это вот все, БАДы, это товар первой необходимости. Если вы не знали, запишите, что Фаберлик сейчас действительно рулит. Согласны? Будем писать родным, друзьям. Предлагайте в соцсетях предложение, которое заинтересует. Рассказывайте о распродажах, говорите о том, что есть в компании, придумать ничего не надо. Рассказывайте о своих заработках, рассказывайте, что ни один день вы не остаетесь без денег. Есть такой момент в компании Фаберлик, кто поддержит этот момент, что ваш кошелек ни разу не бывает пустым. Я это всегда говорю всем консультантам, даже когда у меня было 1000 баллов, даже когда у меня было 600 баллов, даже когда у меня было 5000 баллов, никогда со дня моей регистрации или моего старта наш кошелек опустошается ровно в последний день каталога. Даже у меня иногда. Это есть, но это на ровно 3 дня. Сейчас, кстати, бухгалтерия тоже работает быстро, удаленно, потому что я заметила, что ОСС перечисляет нам быстрее. Малдар Ахматовна за организацию класс. Идем дальше? Вам спасибо, что вы со мной. Я чувствую это вашу энергию и то, что у вас настроение такое же, как у меня. Знаю, что вы сейчас все улыбаетесь, и это мне очень импонирует. Смотрите, что самый главный инструмент компании Фаберлик. Давайте напишите. Пишите кратко, быстро, четко. Самый главный инструмент в компании Фаберлик сейчас вообще. Какой инструмент должен быть в первую очередь? Пишем, пишем, быстро, быстро. Так, каталог, каталог. Еще что? Каталог. Пробники. Так, пишем один раз. Каталоги, пробники. Умеда считает. Дальше. Каталоги, пробники. Интернет. Командный сайт. Так, Бинолл считает командный сайт. Дальше. Наличие интернета. Молодцы. Смотрите. Если у вас есть интернет, вы подключаете интернет. Что в нем есть? В нем есть все, что нужно для продвижения вашего бизнеса. Включаем интернет, находим и каталог, и все, что нам угодно. Я не знаю, как вы, но для себя я считаю, что первый главный инструмент на сегодняшний день – это интернет. Я вам раскрою сейчас один маленький секрет. Я тоже раньше запасалась кучами каталогов. Они у меня порой оставались, потому что я бегать, мотаться, раздавать, вот это все уже не могу. И я уже практически 2-3 месяца усиленно работаю в интернете. И каталоги у меня стоят, а 30 подписок у меня в этом каталоге было через интернет лично. Поэтому сейчас я вам хочу сказать одно. Самый главный инструмент сейчас наличие интернета. Вы должны рассказывать своим консультантам, новичкам, даже помочь. Помочь в чем? Посоветовать хороший тариф. Сейчас есть очень много выгодных тарифов. Это бесплатные соцсети я вам рекомендую. Например, все, практически многие наши консультанты сейчас сидят в Мегафон, у них есть, и соцсети бесплатно. Дают там 5000 мегабайтов и полный безлимит. Кто не знает, можете записать, такой тариф есть. Нет, не знаю. Стоил он 60 самон, а сейчас примерно есть такой же тариф, есть 100 самон. Потому что была какая-то акция, и многие подключились. И у нас есть консультанты, которые работают в Мегафон. Связь прервалась или как? Нормально? По-моему, да, связь прервалась. Все, где мы остановились? А то я... Есть звук? Отлично. То есть наличие интернета и помощь установить бесплатные соцсети. Потому что сейчас очень много можно делать именно ходы в соцсетях. Даже если у вас нету наличия мегабайтов, он работает. Потом еще один совет хочу дать по поводу интернета. Ваши консультанты говорят, что ой, мегабайты не хватает, что я, гмагна, шута там, он шут, за один месяц закрылся, мне не хватило. Вот такое есть? У нас было. Потом я начала анализировать и говорить. Ты сколько дней длится каталог? 21, правильно? Почему ты рассчитываешь свой интернет на месяц? Тебе должно хватить ровно до закрытия каталога или на 2 недели, или на 20-25 дней. Ровно настолько? Хватит, поверьте. Потому что каждый каталог у вас есть доход, и вы можете позволить себе это. По крайней мере, у нас есть очень много программ, и все-таки нужно откладывать деньги на интернет. Я так считаю, что можно где-то продать подороже, где-то приобрести для себя, и вообще реализовываться в интернете, это очень хорошо, быть в сети круглосуточно. Лидер компании Faberlic должен быть, вообще постоянно у него должен быть интернет. Я считаю, должен быть интернет и дома. Подключайте Wi-Fi дома, если возможность есть у лидеров. Дом, наличие дома интернет, это означает, что у вас есть возможность прямо не выходя из дома. Идем дальше. Да, правильно, Муатар, Wi-Fi – это море возможностей. Как я и моя команда научилась выполнять 100 баллов первую неделю? Наша основная тема – это научить вас сегодня уверенно делать свои 100 баллов, ну и сделать так, чтобы в вашей команде было максимальное количество вип-косультантов. Сколько консультантов нужно, чтобы вы стали директором? Випов именно. Сколько випов? 30, правильно. 30 випов, и вы директор. Значит, если ваши пять партнеров будут работать активно, как вы их учили, то у вас будет директорство буквально за 3-4 месяца. Неужели каждый день, если по 2 часа вы будете работать с двумя новичками, они не поймут, в чём суть компании Fabergeek? Просто это нужно делать как-то по плану, что ли, или посерьёзнее относиться самому и вообще надеяться на кого-то. Вот самая главная ошибка сейчас у многих – вы всё время надеетесь на кого-то. Вот если мой наставник здесь, он знает, что я, когда узнала о возможностях компании Fabergeek, то всё, у меня руки развязаны, я знаю всё, я буду учиться, и я буду зарабатывать. Но ни в коем случае никогда не ждать. Не люблю ждать и вам не советую, потому что вы можете зарабатывать больше, вы можете зарабатывать больше, ещё больше с каждым каталогом. Каждый каталог, когда я закрываю, как будто для меня последний. Я не знаю, почему у меня откуда такое чувство, что я хочу закрывать всё лучше и лучше. Поэтому вам тоже советую, нужно не на год делать свои планы, а ровно на каталог как-то расти с каждым периодом, выявлять в своих командах лучших, поздравлять их, да, можно в чате поздравить, можно какую-то открыточку отправить, можно какой-то инструмент подарить, блокнотик подарить, ВИПу, он же достоин этого, он же стоит, он вообще, ВИП, это очень сложно, я вам хочу сказать, ВИП, это ровно вся зарплата иногда бывает, если у консультанта нет команды, то вкладывать сколько стоит, сделать покупки ВИП-консультанту больше тысячи самому, да, а зарплата у нас, извините меня, меньше, и он, и вы его вините, что он не делает команду, а забывайте, что он делает свои 100 баллов, а если он не умеет приглашать, но умеет постоять за себя, оплачивать свои заказы вовремя, набирать заказы, вкладываться и приносить свою зарплату полностью, заменив его продукцией, значит, такого человека надо поддержать, согласны, что такому человеку нужно уделить время, если он смог постоять за себя, то он может постоять и за команду, будет учить этому, только ему надо время, просто я хочу, чтобы вы обратили внимание на своих ВИП-консультантов, очень даже хочу, если он начал это сделать, значит, он где-то услышал, что надо делать 100 баллов, значит, вы сделаете так, чтобы он готовил таких же, как он, их же немного, например, 10 ВИП-консультантов своих пригласите отдельно, когда-нибудь в другое время и скажите, что я хочу видеть в своей команде таких же, как вы, вы для меня особенные, вы привели ВИПы, которые назвала вас компания, и вот таким образом у вас ВИПов станет больше. Так вот, эта картинка вам очень даже знакома, правильно? Но сегодня рассказывать о ВИП-приверегиях я вам не буду, потому что вы это знаете или должны были знать до сегодняшнего дня. Я хочу учесть один момент. У вас есть такой момент, когда у вас делают ВИП-программу и падают? Или наоборот? Выполнили три-четыре раза и не могли удержать? Есть такой момент? У кого есть? Что ВИП сделал однажды? Или есть такой момент, выполнили акцию с пылесосом, мне смешно всегда, и все, расслабоня. Есть такое? Конечно же есть. У нас тоже есть, их настроили делать восемь раз, чтобы получить пылесос, и все. как будто ВИП-привилегия дана, чтобы выполнять вот эти акции, которые появились в этом году. Это вообще, это очень самая главная ошибка, когда вы ведете на подарки. Понимаете? На подарки нельзя, а вы это делаете, наверное. Так, что же я вам советую по программе ВИП? Выполнил ваш консультант один раз ВИП-программу. Правильно? Вам его надо посадить и сказать, что его ждет дальше. Не надо говорить, что вот ты выполнишь ВИП-программу, тебе компания даст 70% скидку в пробнике каталоге, и для этого ты должен потратить тысячи самым. Ну да, после окончания восьмого каталога, сейчас у вас есть привилегия, же самая большая, мультиповод. Нет, такого не надо говорить. Надо говорить, ты хочешь стать ВИП-клиентом для компании. Вот так у тебя есть такая способность, мы же не всем говорим, да, или говорим тем, кто видим, что он может справиться, правильно? И так вот, перед вами есть человек, который справится с этой задачей, и вы говорите ему, ты выполняешь ВИП-программу, и тебе открывается стаж. Стаж это ты уже один раз выполнишь, а он тебе говорит, стаж, какой еще стаж, мне еще будут какие-то привилегии, правильно? И вы рассказываете об этих привилегиях, то есть ВИП-1, ты получаешь вот этот бонус, чем больше у тебя стаж, тем больше у тебя привилегий, правильно? Нужно о них рассказывать, нужно их показывать. Дальше самое главное мне нравится. Сейчас. Привилегия, вот смотрите, это открыв, было раньше нужно выполнять 12 периодов, чтобы компания, чтобы поставить галочку, раньше надо было проходить тесты, все было очень-очень сложно, я знаю, что компания, наверное, пересмотрела этот момент, и многие не прошли вообще тест, и просто нам нужно войти в настройках, как только он сделал один раз, уже говорите, итак, заходишь в настройках, все это делает он, а не вы, заходите в настройках, в личные данные, и настраиваешь себе вот эту программу, я хочу получать контакты от компании, это же классно, раньше нужно было выполнять 12 раз, а сейчас на третий период уже у вас есть такая возможность, он ждал третьего периода, потом он же не будет прерывать его, понимая, что он теряет вот эту привилегию, то есть привилегию получать вип-консультант, ой, новичков, привилегию получать 70% он же привык, привилегию прерывать вообще вип-стаж, вот почему я, прерывать вип-стаж, он не будет прерывать свой вип-стаж, вот это очень самый главный момент, запомните, что с третьего каталога можно уже получать контакты потенциальных клиентов, вчера наша болтлива Зарина подписалась с региона, девочка, которая приехала сегодня на встречу, я знаю, что она сегодня с ней встречалась, которая подписалась через вот эту вот программу только вчера, мы тут же созвонилась, она и она приехала с другого региона, представляете, вот только вчера директор, который сидел в офисе, к нему, да, вот Зарин подтвердит, что встретилась сегодня, и девочка очень такая способная, потому что она, наверное, тыкала на кнопки, подписалась, хотела подписаться, вот человек в нашей команде, поэтому ставьте галочку и обратите на это тоже внимание. О, как я люблю, это тоже классно придумала компания Фаберлик, то, что у вип-консультантов есть закрытая распродажа, правильно? закрытая распродажа, когда пустили распродажу, то я всем своим говорила, вот видите, у випов есть, а у вас нету, вот этот момент, когда нету у кого-то, а у кого-то есть, это я люблю спортивный интерес и люблю всегда бороться, чтобы было первое место, поэтому очень круто придумали, с 9-го периода, да, по-моему, открывается распродажа, или с 2-го, или с 1-го, вот это вот мне момент тоже хочется уточнить, но она есть для вип-консультантов, знайте, поэтому поднимайте в команде вип-консультантов, и вы становитесь, конечно же, сейчас на данный момент у нас в команде больше 200 вип-консультантов, кто не знает, и в этом каталоге у нас еще прибавилось большое количество, потому что круто, конечно же, подарки помогают, я не хочу сказать, что подарки не помогают, конкретно помогают, если честно, и этим надо пользоваться, не только подарком, а остальными привилегиями тоже, понимаете, сейчас такое время, если не перестанут давать подарки, что ваша команда разбежется просто на покупателей, а вип-консультантов не останется. Меня слышно хорошо? отлично. Итак, очень крутая привилегия, которая прям заманивает всех, все ждут вот эту вот программу VIP-18. Чем она крутая? Крутая тем, что на третьей неделе мы можем делать покупки следующего каталога. Представляете, мы имеем два каталога. Половина заказа делаем, как у нас вообще получается делать VIP-план за первую неделю. Первую неделю мы делаем покупки с этого каталога, закрываем 100 баллов, а на третьей неделе мы делаем покупки со следующего каталога. Есть всегда компания делает так, что 3, 4, 5, 6, 9 продуктов, которые по очень крутым ценам, правильно, мы ждем всегда следующий каталог и мы уже сделали покупку с следующего каталога на переход балл в следующем каталоге. Значит, закрываем каталог и уже у нас готовы 100 баллов, то есть мы их не делаем в новом каталоге, мы делаем в старом каталоге 200 баллов и делаем переход. Практически все наши VIP-консультанты сейчас не дадут соврать, у них есть переход баллов, правильно, девочки? Кто так делает, вообще у них есть и денежки на руках, потому что крутятся деньги, крутится вот этот оборот, который каждый имеет, наверное, у себя, да, даже если он директор, даже если он новичок, то крутятся и деньги, крутятся и баллы, поэтому эта программа очень крутая, рассказывайте, что он может делать покупки и с этого каталога, и со следующего. периодически отвечать, потому что, чтобы я знала, что меня слышно. Отлично. Рассказывайте об этой привилегии. Вот так. Когда объявляли акцию с пылесосом, подарок, мы как раз находились в Москве, и на ассамблее мы сидели с девочками, когда пустили вот этот вот слайд, мы вообще не могли понять, получим ли мы пылесос, и вообще к нам ли это относится, 10 раз переспрашивали и говорили, это для новичков, это для новичков не может быть, чтобы всем VIP-ам, которые просто так делали, дарили подарки еще. Правда, ведь такого не было за то, что мы так, и могла бы компания воспользоваться теми директорами, консультантами, которые так и так сделали бы наши 100 баллов, просто бы не дарить нам. Могла бы компания так делать просто для новичков, и так бы был бы рост, если было бы для новичков. Мы и так были бы рады, правда, если наши новички получали бы, даже если и не мы. Можно было так сделать? могла бы компания так сделать дарить только новичкам они всем подряд вы задумывались когда нибудь об этом думаю даже не задумались а мы тогда задумались я вообще была в шоке говорила неужели маульди рахмат не подходила туда говорила неужели она говорит да 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 компания ценит нас компания нас радует и всесторонне поддерживает и так запустили акцию пылесос прям всем гип-консультантам представляете вот у меня тоже была такая ситуация даже не верила но компания федерлик не перестает удивлять и вот когда запустили пылесос был очень хороший рост правильно у каждого из нас мы почти все выросли в два раза да многие выросли 3 4 5 6 и плюс турция и плюс 15 тысяч сколько всего хорошего было сколько всего представляете и как налегке и по маслу многие прошли 15 тысяч это все было продумано чтобы мы проходили это не так сложно как ранее да например а чтобы директора тоже были на золотых конференциях правильно это все очень крутая мотивация со стороны компании очень сильная и очень денежная поддержка и очень большие затраты правильно весь мир закрыт представляете весь мир закрыт границы закрыта а мы получаем пылесоса вообще задумайтесь что мы иногда требуем что мы требуем иногда чтобы мы получили здесь и сейчас нет когда мы получу пылесос это самый главный вопрос у вас сейчас мне если честно стыдно я я никогда не не спрошу когда я получу пылесос правда мы все лидеры мы никогда этого не скажем но советую тем кто сейчас подключился я вас очень прошу больше не задавать таких вопросов вашим наставникам и так им сложно вы представляете нам тык 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 делают а мы пишем руководству а вы представляете как руководство может написать об этом зная ситуации мы так и так получаем да мы так и так получим поэтому давайте относиться к ситуации по разумно и задавать вопросы тоже разумно так прошли все акции с пылесосом это очень круто был очень хороший настрой и до сих пор он есть многие уже пользуются всех поздравляю кто получил и кто прошел да мы жили без этого пылесоса а теперь будем надежда что получим поэтому никаких переживаний больше не должно быть по этому поводу но вырасти конечно же акция помогла что происходит с акции мультиповар слышно хорошо что происходит с акции мультиповар кто может сказать какие у вас есть комментарии давайте одним словом раз два три пошли пишите просто не ваше мнение а с какими разговорами к вам идут в офис или звонят или когда вы предлагаете пройти акции мультиповар какие есть вообще отзывы очень интересно что говорят люди о нашей второй акции не получив первый подарок да давайте ведь 90 процентов еще не получили что вам сложно сейчас мотивировать но на пылесос думаю получили во время пылесос а мультиповар это нереально не нереально многие кто шел на пылесос не пошли на мультиповар из-за задержки так то еще как говорит я знаю что это не вы так говорите поэтому пишите то что есть давайте будем работать я вам там 34 ответа на эти возражения все больше никто ничего не говорит у всех все хорошо поэтому результаты взрываю да но в основном это самое основное значит основное это то что не получили пылесос я вам хочу сказать по-таджикски давайте не знаю скажу правду компания не могла бы поставить и вторую акцию вы не представляете так и так есть рост так и так есть випы но нет еще один подарок об этом нужно задумываться что нам дают не сжимают как в некоторых компаниях да не не сокращают нас не убирает какие-то акции а наоборот добавляют есть такой момент что нам продлили турцию на сколько каталогов нам продлили сначала на один потом на два кто знает до какого каталога есть шанс попасть турцию сейчас кто сейчас подключился к вебинару у них есть стопроцентная возможность попасть турцию зарина все радуется своему новичку круто видите пишите очень хочется именно сделать так чтобы у вас было в этом каталоге хороший результат потому что если вы сейчас научить прорабатывать эту акцию то у вас будет очень хороший рост да сложно это отговорки но есть куча новых консультантов которые не знают про пылесос что было или что есть я вам говорю сейчас открыто нужно говорить те которые даже пылесос не получили я вам сейчас приведу один пример не дадут соврать консультанты день последний закрытие каталога ко мне приходит девушка она выполнила 12 или 13 баллов до моей встречи потом она ко мне пришла и я говорю что вы очень активная очень мне понравились я говорю что у нас есть какие-то такие-то приведет тут же она вечером оформляет заказ на 100 баллов дальше у меня подписывается девочка через три дня выполняет 100 баллов знаете к сейчас можно поработать с теми кто не получил не неоднозначно нам уже чтоб выполняли те же консультанты которые прошли на пылесос разве новых нету у кого есть новые консультанты в этом каталоге хоть один два три пять у кого сколько вот рассказывайте новичка об акции мультиповар мы же не должны останавливаться если другие не понимают что они получат мы же понимаем где мы находимся мы же понимаем что компания очень сильно тратится именно грех не воспользоваться сейчас опять дали нам один шанс чтобы новички подключились на акцию мультиповар ведь компания действительно помогает поэтому давайте проработаем акцию мультиповар осталось сколько дней пишите всегда нужно считать сколько осталось дней вторая неделя сейчас закрывается правильно сегодня пятница до воскресенья если посчитать у нас осталось девять дней то есть ровно половина каталога то есть за девять дней мы можем поднять сколько випов пишите каждый сейчас пусть пишет то что остальные сделали сделали а сейчас за девять дней вы прорабатываете акцию мультиповар и пишите прям цифру что вы поднимите каждый из вас по десять випов пишите прямо здесь все мысли материальные если вы пишете она у вас будет даже если в чат даже если найти в тетрадку блокнота я сама себе написал 30 не знаю почему но мне всегда хочется брать по максимуму поэтому десять новых вип консультантов у вас прирост тысячу баллов правильно если вам не хватало до старшего то вы старше если не хватало до серебра ооо нато мустафаева 30 поднимет отлично напишите потом подняли или нет я приглашу 10 випов ооо значит еще нету их и пригласите правильно каждый день по одному випу поднимать это десять правильно у нас есть включая сегодняшнего дня есть почти десять дней правильно и значит согласитесь что вы не проработали акцию мультиповар еще до конца есть же над чем работать правильно и еще очень важно сопровождать их рассказывайте о программе которая вам говорила которая может сделать так чтобы останется он у вас и без этих акций понимаете если 100 вип консультантов вы поднимете то у вас будет гарантированные десять тысяч баллов всегда всегда на первую неделю на вторую неделю вы уже этим консультантом не будете звонить и напоминать о личном объеме это же здорово договорились с акцией мультиповар закончили не все написали правда жалко и так рассказывайте о привилегиях правда и так еще один секрет как мы выполняем вип-программу что же мы покупаем что же мы берем лично я как закрываю свои баллы правильно одно и то же не будете покупать поэтому я хотела бы вам дать немножечко совет раньше нашей команде одна такая проблема не знаю мы боялись что мы не успеем мы всегда делали покупки большом количестве каждый из нас например покупал пять шесть семь парфюмов чтобы закрыть балл да хорошие такие парфюмы ходовые например восьми элементы я брала восемь штук девять штук всегда не знала что делать потом моя команда также начала делать потом мы и когда появилась проект территория успеха нам кстати ровно год уже прошел год и мы начали конечно же разрабатывать всесторонне мы начали работать всесторонне значит что мы сделали у нас есть действительно сопровождающие чаты ни один ни два есть и один из чатов у нас это чат по продукции то есть мы имеем офисы да кто из вас имеет офис мы получаем очень большое количество продукции каждый два дня да и у нас в офисе есть интересные продукты не надо же все все заказывать чтобы показать команде берем заказе у кого-то что-то например сумочка красивая снимаем видео да показываем и когда шла распродажа мы я сейчас делаю как свой заказ когда оформляю я тут же снимаю видео на фоторедактор который на вот этот вот и видеоредактор который снимает видео свой заказ показываю что я набрала и и отправляю команде тут же когда я захожу в личный кабинет или в офисы точно такие же заказы пошли запустили видео с подушкой смотрю у всех заказе есть пара подушек одна набрала 12 одна набрала все на заказ представляете все на заказ снимаем стаканы красивые заказе идут стаканы снимаем например как вам сказать скатерть да вот скатерть все заходят смотрят ой как классно ой как классно я тоже хочу все у всех заказы есть скатерть скатерть лежала никто на нее не обращал внимание как то ли показали беру пять скатерти заказ приходит даже консультанты забрали потому что на складе уже закончилась поэтому сто баллов как то уже у нас улетай начали улетать продукция кстати парфюм а то что в складе ничего нету то что поставку мы перестали кстати даже ждать я сейчас это понимаю то что я раньше сама следила сама писала своим нас консультантом сейчас поставка сидите ждите вот это вот все этого сейчас у нас нету хорошо что у нас есть консультанты которые научились дублитировать и научились точно так же снимать видео и то есть у нас теперь разнообразие очень большое поэтому тоже советую вам рассказывать о продуктах о любых даже рассказать элементарно можете рассказывать о кремах рассказывать действия берете элементарный хороший наш шампунь и рассказываете о нем у вас будут улетать шампуни вы рассказываете о интимной гигиене есть несколько видов да я открыла для себя тоже серию секрет эксперт они у меня просто начали улетать понимаете то что ты знаешь продукт у тебя вообще не будет коробок дома у тебя не будут остатки то есть оформлять заказ нужно тоже с умом и чтобы действительно освобождать свои деньги тоже все время все время все время копить коробки и говорить что вы не понимаете свои выгоды это происходит из-за оформления заказов извините меня не заказные ранее поэтому давайте тоже делать заказы умно не торопясь и рассчитывать на недели 2 на недели 2 чтобы набрать 100 или 50 чтобы пройти первый шаг например я сейчас поняла что купить одну пачку велнос и человек проходит первый шаг понимаете есть такие люди которые хотят приобрести этот коктейль берут один коктейль получают пасметичку тушь и помаду бесплатно вы можете даже сделать картинку чтобы с такими продуктами набрать корзину выставлять соцсети сейчас очень многие так делают то есть ваша команда начинает дублицировать вас правильно поэтому если вы начали что-то делать то ваша команда тот же это начнет и если вы будете ждать то ваша команда тоже будет в режиме ожидания поэтому я советую чтобы вы стали впереди своей команды и начинали прыгать именно первые прыгать вы через мост через вот эту вот яму если вы остановились то ваша команда сто процентов остановится а остановились день неделю а на третьем каталоге нужно закрывать период и настроение у вас нету вроде ничего нового да и ничего у вас вроде не произошло и ваша команда начинает искать знания в других других структурах например ваша команда начинает искать мотивацию со стороны потому что ему действительно это не хватает он не виноват в этом если вы как наставник не можете организовать период если вы не можете как наставника занять своих людей делом ваши люди потихоньку потихоньку начнут уходить ваши люди потихоньку потихоньку начнут искать других наставников и потихоньку начинают жаловаться это нормально это происходит из-за того что вы работаете не собрано я сейчас говорю открыто я обобщаю вообще говорю про ситуацию если вы допустите расслабиться себе потом на результаты и на то что будет происходить вы будете сами удивлены почему так происходит почему люди начинают себя так вести а им не хватает внимания они как дети внимание необходимо поэтому готовых консультантов и лидеров не каждый день на улице встретишь правильно и вам нужны сейчас все и некоторых нужно действительно готовить заниматься с ними и чтобы этого не было чтобы в вашем круге всегда ваши люди были поэтому вы уже пригласили и вы практически не можете оставить на попути я так считаю не знаю я очень сильно ответственно к этому отношусь когда приглашаю кого-то в команду я как будто считаю что не имею права не уделять ему внимание меня слышно нет если есть вопросы задавайте спасибо и так о чем я то есть помогайте своим консультантам собрать корзину себе это я говорила про то что советуйте что им оформить правильно многие новички не знают что оформить так вот давайте в руки каталог и говорить иди набирай баллы сейчас это не актуально нужно показывать примеры снимайте видео что вы заказали да при получении можете открыть коробочку и показать что заказали а может он это видео покажет своей соседке и она присоединится либо купит либо что нужно каждый день каждый день делать так чтобы вашему консультанту было легко набирать свои 100 баллов если у вас в команде 20 вип консультантов то это 2000 баллов правильно если у вас в команде 40 консультантов то у вас 4000 баллов так у многих кризис покупательный спрос упал давайте я отвечу на ваш это вопрос или что или вы это утверждение либо это вопрос либо вы так утверждаете либо вы либо вы говорите за то что к вам люди идут и так говорят а утверждение то что спрос упал на продукцию первой необходимости я не понимаю как может спрос упасть на то что без чего жить нельзя невозможно как можно жить не мыть голову как можно жить сейчас не стирать можно жить люди же наоборот запасают продукции как если вы я понимаю в связи с вирусом я понимаю но мы для этого и начинали начали вот этот вот вебинар чтобы объяснить что наоборот сейчас надо повышать обороты потому что все закупаются именно товаром первой необходимости давайте посчитаем давайте консультанты которые сейчас подключились пишите что вы считаете товаром первой необходимости сейчас вы поймете что нужно заказывать и что нужно советовать своим консультантам чтобы они оформляли заказ и предлагали своим клиентам вообще мы занимаемся не предлагать продукцию а наоборот приглашать людей чтобы они делали заказы для себя мы не продавцы а мы наоборот партнеры которые подключают всех чтобы всем было удобно отправляешь приложение они скачали и оформляют заказ самостоятельно пишите дорогие мои что вы считаете продуктом первой необходимости пишите зубная паста необходима необходимо что еще необходимо хорошо душиться не будем духи заказывать не будем хотя Таджикистан так сильно ждет парфюмов что как будто это товар первой необходимости да средства для мытья посуды правильно правильно когда есть знаете какой еще один момент люди считают что компания фаберлик и вообще что когда я предлагаю подписаться пишите пока я говорю когда я предлагаю подписаться они думают что они будут должны продавать но не понимают что они могут поменять свой магазин на фаберлик то что они могут заказывать вот эти вот товары первой необходимости для себя без посредников без никаких наценок когда они получают у вас берут дорого а когда они подпишутся они берут по цене склада объясняйте им говорите что тебе необходимо я советую подписаться нежели приобрести у меня кто так говорит то своего клиента кто для своего клиента предлагает регистрацию или вы боитесь что вы его подпишите и он не будет больше у вас это вообще бред но правильно правильно надо надо подписывать людей наоборот делать так чтобы он делал покупки так и так он попадет в вашу команду и за это компания вам будет выплачивать хорошие деньги если есть вопросы то пишите еще раз я повторю что все дело в вас корабль не тонет когда он в воде он тонет когда вода в нем и так важно что происходит вокруг нас важно что происходит внутри нас с этим убеждением я начала и с этим убеждением я хочу закончить потому что лидер который знает свое дело будет выкручиваться всегда и везде я желаю вам чтобы вы стали такими сильными и упорными как танк идти к своей цели не забывая о человечности отношении и хорошему хорошему отношению ко всем неважно он в вашей команде не в вашей команде фоберлик это бизнес отношений фоберлик это реально на сегодняшний день поэтому я очень благодарна каждому кто подключился сегодня с разных городов было очень очень приятно если есть вопросы то давайте минуты две или три я могу ответить можете пожелать друг другу вам спасибо спасибо антон было очень важно для меня чтобы вы сегодня услышали что все не так плохо все наоборот у нас действительно сейчас момент который нужно настроить друг друга поэтому есть этот вебинар что мы должны поддерживать сейчас обратитесь сейчас спасибо обратите внимание сейчас даже звезды начали друг другом общаться потому что они находятся в изоляции им важно поддерживать свое имя поддерживать свой бренд для этого они придумывают разные конкурсы кто наблюдает в инстаграме да все звезды сейчас между друг другом соревнуются проводят батлы и зря вы сейчас меня не видите в каком как я рассказываю да прям как будто смотрю вам глаза всем поэтому я вообще советую работать спасибо в инстаграме в открытом режиме чтобы вы видели друг друга но если я смогла сегодня даже если вы меня не видите передать вам энергетику то я буду очень-очень-очень рада мавлюта рахматовна здесь спасибо спасибо малька спасибо вам что вы приняли участие активно такие вебинары у нас продолжают то не